Добрый день, уважаемые дамы и господа! Нашим сегодняшним гостем стал народный художник Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Салхах Маметов. Салхах Маметов, добрый день! Здравствуйте! Я вас приветствую, Галерея Безголоса. Мне очень приятно, что сегодня вы здесь. И мы опять вокруг картин, вокруг скульптур, внутри искусства Калерея. Салхах Маметов, давайте начнем с вашего творчества. Вы долгое время сотрудничаете с Али Бадулаевым. Расскажите про несколько самых значимых памятников, которые вам удалось поставить вместе. Я хочу подчеркнуть, что недавно прошли Европейские игры и художники тоже не остались в стороне. Вот мы недавно закончили с Али Бадулаевым памятник Нару. Анар был символом, вы знаете, Европейских игр. Вообще это нам, присущей нашей земле и нашему народу. Это всегда она алицетворила и плодородие, алицетворила нашу культуру. И во всех произведениях искусство очень много встречается. Даже в таких декальственном прикладном искусству очень много композиции Нару. Она показана, допустим, в таком произведении, как Калер. Очень много там она. И даже от граната они делают цвет, который потом красили. И все это было. Но сегодня мы хотели установить памятник Нару, символу Азербайджана, на его родине Дьорчай. Это Дьорчай. Мы хотим поставить памятник к гранату. Она будет стоять в одном красивейшем Дьорчайе. И она где-то размером двух метров. Я думаю, что она будет в сентябре установлена. И будет очень интересный памятник, который помогает нам установить один спонсор Ахмедов. Раньше в Баку было намного больше памятник об известном личностям, а сейчас это количество уменьшается. Вот с чем это связано? Отсутствие интереса, либо отсутствие талантливых скульпторов, которые могли бы этим заняться, как вы считаете? Я думаю в том, что знаете памятники, почему? Уменьшились. Памятник уменьшился, потому что многие памятники убрали. Она сразу автоматически уменьшилась. Понимаете? Потому что это было в свое время поставлено памятником революционерным памятниками, которые населены. Ну, памятником 26 в Афинском конусе в Лондоне, Азербайджанском памятнике, Чапарейце и другие памятники. Вот эти памятники все были сняты, потому что она не сотворяла советскую власть и генемоны Советского Союза. И, конечно, эти памятники были сняты. И сразу эти маленькие площади опустели. Понимаете? И людям показалось, что памятников... У нас памятники есть, конечно, сегодня. И, конечно, хотелось бы видеть памятников. Сейчас, по указанию нашего, опять-таки, уважаемый президент, уже в памятниках будет установлен памятник. Памятник поставлен в Бельберге, как вы знаете. Памятник сейчас делается... Я думаю, сегодня будет памятник поставлен в Ниази, Памятник в Бельберге. Потом памятник Рашиду Бельберге. Все эти памятники, они в работе. Понимаете? И эти памятники все имеют места. Памятник в Бельберге будет на проспектах Бельберге. То есть, в ближайшем времени мы сможем их заведеть? Памятники будут. И, конечно, есть совершенно перспективы. Но памятник, который будет делать. Некоторые от наших горожане считают, что памятник Кёров-Лук, который был установлен на коне, считается неудачным. Интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу, как профессионала. Как вы считаете? Памятник – это мышление автора, композиция автора. Одному может что-то понравиться, другому может не понравиться. Третий может быть другими мнениями. Я думаю, что этот вопрос непосредственно автор. Он народный художник Афербайджана. Он благодарен скульптором Тукай Мамедов. И я думаю, что он больше сказал о своей памятнике и о своем выступлении. Как вы смотритесь на то, что памятники иностранным, ученым, писателям, поэтам и вообще деятелям культуры устанавливают именно иностранцам, например? Почему они, например, не заказывают эти памятники нашим азербайджанским скульпторам? Почему они предпочтают их сами? Я вам скажу. Знаете, это какая-то традиция, которая это делается. Если они устанавливают здесь памятник, допустим, сегодня они устанавливают Пушкину. Наши устанавливают памятник, допустим, кому-то... Незаминный пример в России. Да. Понимаете? Есть такой вот момент, понимаете? Вот, допустим, это есть. Конечно, это есть. Так что, итак, как бы она олицетворяет взаимоотношения двух народов. Дружба. Да, конечно. Вот мы недавно поставили памятник в Польше, недавно, а уже года два. Памятник дружбы в Польше поставили на родину Папа Римского. Тоже была интересная памятник, да, это было интересное решение. Ну, мы поставили там слова Папа Римского, и, конечно, наш вот уважаемый пидоролей, который говорил о Польше. А Папа Римский говорил о возрасте. Они непосредственно, около резиденции Папа Римского, где его дерево посадили, там установлено 5-метровый памятник дружбы. Но есть какие-то дружеские связи, которые она как бы объединяет нас. Они ставят здесь, мы ставим там, вот. Это есть. Я считаю, что это правильно, понимаете? Потому что, элементарно, Римский поставил памятник в Зен-Ацбеку, в Вене. А вот Вы затронули то, что памятники советских времен были сняты. Вот какова их дальнейшая ситуация, а что с ними сделали? Вы знаете, это было 90-е, 80-е, 80-е, 90-е, 91-е годы. Это был период, когда был Харча в России. И, вы знаете, это были, вы знаете, тяжелые времена. В Азербайджане я считаю, что это, могу назвать, кошмарные времена, когда искусство было следено на ноль. И я хорошо помню, как секретарь союза художества, сейчас тоже секретарь союза художества. И сейчас помню, и тот период помню, что, когда нам уже начинали говорить, что вот эти портреты нельзя, вот обможенные нельзя, уже то, они чуть ли не хотели уже контролировать искусство, которое происходит в Азербайджане, что мы будем создавать. И вот период эти памятника были сняты. И от злобности или от чего-то они передали его, и их всех растопили, как бы расплавили, понимаете. И эти памятники, ни один из них не осталось. Некоторые, конечно, не сидят в себе на обруску большой творческой работы. Не обязательно памятник, понимаете, чей это памятник, портрет. Но, в принципе, это носит еще художественный характер, это произведение какого-то автора, понимаете. Ну, могли бы, конечно, кое-какие работы сделать как бы открытый музей в открытом небе, под открытым небом, где-то в загородном или где-то люди могли бы видеть эти ионные портреты Ленина или других там портретов. И, конечно, наши молодые поколения видели бы тот период, и те памятники, которые должны были быть, они должны были быть сохранены. То есть это выставлено, понимаете, как бы в других городах это есть. То есть в Европе памятники не снимают? Нет, в Европе памятники практически не снимают, потому что они будут памятник снять. И, опять говоря, тот период. Вот мы поставили памятник перед библиотекой, памятник Ходжалы. Знаете, трудно очень было поставить этот памятник Ходжалы, но мы его поставили перед библиотекой, и я думаю, что она будет вечно стоять, напоминать о тех трагедиях. Мы как-то объясняли, и наш посол там, мы тоже, как бы, Шарплазу объясняли, там вызывали медь, как перед тем, как поставишь, кто это. Потому что она написала, что практически у вас было тоже как бенуцид. Вы же вставили памятник евреям, поставили памятник. Жертвам. Да, жертвам. То же самое у нас было, мы ставим здесь. Ребята ставят, это авторская работа нашим художникам. Они практически дарят, ставят его в Германию и нет проблем. А эта библиотека, знаете, ежедневно в библиотеку приходит 700-800 человек. Они проходят все время, как они видят. Нет тех, кто заходят. Там написано Ходжалы. Знаете, там был, конечно, протест армянской страны. Были там очень много нюансов, которые сейчас не хочу тоже рассказывать. Но памятник там стоит. Когда поставили, там выбрать очень сложно. Вы довольны тем, как ухаживать за памятником? То есть, например, памятники, которые разрушаются. Кто должен заниматься их реконструкцией, ухаживать, чистить памятники и так далее? Мы сядем, думаем, все время думаем. А как там память? Мы вспоминаем. Иногда во сне видим, что там происходит. Она тоже живет. Вот создал, как человека родил, она живет. А памятник тоже живет. Она стареет, она живет. Она плесни покрывается. Понимаете? Вот посмотрите. Это нормально. Но, конечно, надо все время за ним следить, чтобы там она не прошла чего-то. Его не раздавили, его не разрушили. Не разрушили. Она, если идет постамент разрушения, надо его укреплять. Это нормально, может быть. Но, конечно, его старению, его жизни нельзя нарушать. Понимаете? Она тоже живет своей жизнью. Я считаю, что это правильно. Она должна стареет, она должна зеленеет, она должна, понимаете? Посмотрите, Европа не трогает. Вы посмотрите, Виталий, эти памятники тоже даже рушатся. Они его укрепляют, но не добавляют. Не строят его дальше, а его просто укрепляют. Понимаете? Ну, та сегодня же сохранилась. Ну, так разрушили там войны, что-то было. Чтобы дальше оно не пошло. Понимаете? Вот это запах того. Знаете, это похоже на то, что, ну, если человек там 70 лет, он себя делает, себя хочет показать там 17-20 лет. Не бывает. Понимаете? Он должен, каждый, должен иметь свой, во-вторых. И памятник тоже должен иметь свою буду. И даже создание памятника должен быть так, что сегодня, это памятник создано сегодня. Вот, допустим, делается памятник кому-то. Ну, там рука автора. Он же сегодня его делает. Не может делать человек. Ну, если сегодня кто-то будет рисовать, как Леонард Галич, это же Громе или там Ребень или кто-то. Это уже пройденный век. Мы сегодня живем в 21 веке. И создавать произведения должны 21 века. Старый парамоскоп вытолкнем, дальше не пойдет. Понимаете? Кто уж будет толкать? А сегодня уже рядом. И, конечно же, я сегодня считаю, что мы должны видеть, что тратится Европа. Что они делают? Наши соседи, что делают? Наши мировцы, что делают? Наши мировцы. Мы должны быть на уровне Европы. Создаваемые памятники, они должны держать уровень, который есть во всем мире. Понимаете? Нельзя создавать памятники, которые делаются в 50-60-х годов. Сегодня это не мыслимо, и это не крайне. Понимаете? Я удовольствую, хочу сказать, что понимает наш уважаемый Иван Хан, который все делает для того, чтобы в азербайджанское искусство, на Западе, и то, что у нас есть хорошее, и то, что есть современные, преподносится в Западе, и они это почувствуют. Знаете? Потому что они думают, что азербайджан? Нет. Азербайджан намного выше их искусства и музыки, чем они думают. И вот на последок хотелось бы узнать. Вы все-таки работаете с молодежью. Насколько высоко интересен именно к скульптуре? Вы знаете, если вот честно хотите сказать, на скульптуру такого большого азарта нет. Вот та же Ивановская сейчас на приеме в Академию художества почти подали столько земли, сколько места. Знаете, это очень обидно, что на скульптуру сегодня такого, я не знаю, она, видно, тяжелая работа. Она, может быть, многие боятся, многие хотят на дизайн, потому что пошел там в мебельный магазин или там где-то, как сделал, сделал там и получал зарплату. Это тюрьская речь структура. Это очень сложная вещь. Она связана с материалом, финансовым странами, и, конечно, пропагандой, которой надо работать, что они должны видеть, они должны чувствовать. Спасибо большое за интересную беседу. Мы желаем вам дальнейших успехов и удачи при создании своих интересных памятников. Всегда.